Всевышно, Аллах приказал нам, мусульманам, быть справедливыми. Всегда. Независимо от ситуации. Даже если у нас конфликт с теми, с кем мы враждуем. Аллах сказал в суре Аль-Маида, 5-й суре, аят номер 8. И пусть ненависть ни нас людей не подталкивает вас на несправедливость. То есть как бы там ни было, мы должны быть справедливыми. В суре Аль-Маида есть очень много аятов, точнее несколько аятов про историю, когда один из ансаров украл одну вещь, и он обвинил несправедливо одного еврея в это преступление. И Аллах защитил этого еврея, который был не мусульманом, а иудеем, против этого человека, который считался мусульманом. И Аллах обратился к пророку, суре Аниса, 4-й суре, аят, начиная с 105-го аята. «Мили спасла я тебя, Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми, так, как тебе показал Аллах. Посему не прибирайся за изменников». Вот это назвал Аллах его изменник, предатель. И не надо защищать, потому что он наш человек, и обвинит человека, который не относится к нашей национальности, к нашей религии, несправедливо. И этот принцип сам-сам Всевышний Аллах соблюдает, сам Всевышний Аллах установил в отношении к всем людям. Поэтому мы не видим, что человек, когда принимает ислам, автоматически он становится самый здоровый, самый красивый, самый богатый. «Нет, правила этой жизни для всех одинаковые. И если мы совершаем какие-то преступления, то мы заслуживаем наказание в этом мире и в другом мире, в том числе и мусульманин. Если мусульманин убийца, вор, совершает какие-то преступления, он получит наказание. Если он не покаясь, не исправит и не понесет наказание, не очистится от своего греха, то он заслуживает наказание в Ахирате, в судный день. И в этом мире тоже будет проклятый грех. И то же самое с неверующим. Единственная разница этого Ахирате в вечной жизни. Мусульманин, он может ответить за свои грехи и может даже не упаси Аллах, не дай Аллах. Но бывает так, что человек верующий, верит, что Бог есть, и верит, что Мухаммад, посланник Аллаху, и другие столбы имана верят. Но он будет заслуживать наказание за свои грехи, которые он в этом мире не делал, и не покаялся, не компенсировал, скажем, вред, если он понес людям вред, вплоть до адского наказания. Он может быть в аду какое-то время, как очищение за свои грехи. В отличие от неверующего, он тоже за свои грехи будет понесать наказание. Но если он не дай Аллах, не принесла ислам перед смертью, он не уверовал в Бога, то его ждет наказание за самое страшное преступление. Это отказ от веры в неверующем. Поэтому он в аду может быть вечным, в вечном в аду, только за то, что он не уверовал в Бога. Но сам принцип, отвечать за грехи, одинаковый для всех. Поэтому мы видим, что и закон Аллах таков к своим творениям, и закон, который он нам обязал, как мусульмане. Мы же как наместник Аллаха на земле, хуляфа Аллаху в лар, то мы обязаны закон Аллаха и его правила. И вы сами видите, как в Коране Всевышний Аллах нам запрещает быть несправедливым, независимо от того, кто наш оппонент. Он родственник, не родственник, земляк, не земляк, верующий, не верующий. Это не имеет никакого значения. Есть законы справедливости, мы их соблюдаем. И если мусульмане, верующие совершают преступление, он заслуживает наказание. И если не мусульман был законопослушным и справедливым человеком, заслуживает похвали и благодарность.